Как известно, загромождение фарватера реки как плотами, так судами строго-настрого запрещено речной полицией. Однако на Самарке этот запрет почему-то не действует, и все ее устье буквально заставлено полотами местных лесторговцев. Не ровен час, и это загромождение реки может выйти боком как для лесторговцев, не соблюдающих запрета, так и не только для них. Тебе здесь кажется все странным, мой друг, ведь город здесь велик. Ты жил в провинции туманной и к нашей жизни не привык. День ото дня река Самарка все больше и больше милеет, писали местные газеты начала 20 века. А вместе с тем день ото дня обнажаются все новые и новые безобразия ее обильно унавоженных топких берегов. Так вся левобережная линия реки, где производится выгрузка леса, представляет собой болото, издающее гнилой запах. Особенно же безобразен берег против Пожни Светова, возле моста, где болото имеет в ширину до 20 сажен. Кроме полотов, забивших все устья Самарки, к правому ее берегу поставлено на зиму несколько баржей. Не мешало бы владельцам этих баржей спустить их ниже, к Волге, хотя бы на время спуска плотов в Самарку. Нелучшую картину представляет собой и берег, занимаемый за Самарской слободой. Несмотря на скучность и полнейший беспорядок, здесь продолжается оживленное строительство карточных домиков в два и даже в три этажа с печными трубами, которые находятся не на крышах, а в стенах этих домов. Население же этого с каждым годом растущего поселка составляет беднота, чернорабочие и так называемые отпетые люди. Нет поэтому ничего удивительного в том, что по вчерам здесь то и дело раздаются дикие крики, а в празднике лучше вообще держаться подальше от этого гнезда, свитого нищетой и пороком. В ночь на 12 августа 1902 года в Засамарской слободе раздался крик «Пожар». Услышав его, пожарные поскакали к обоколейным лавкам возле лесной пристани Афанасьева-Паншина, но никакого пожара не обнаружили. Не удалось выяснить и того, был ли этот крик просто чем-то хулиганством или перестраховкой лесторговцев, которые заполнили свои пристани тысячами бревен и балок, и вынуждены были буквально дрожать от страха, так как такую массу горючего материала не принимало на страх ни одно страховое общество в Самаре. Между тем, предстоящей в городе сухой погоде, а также при том количестве ночующих прямо на пристанях рабочих, которые жгали костры и курили, избежать пожара представлялось прямо-таки чудом. «Ухабы и выбоины за Самарской словоды», писала «Самарская газета» 1902 года, представляют собой опасную ловушку не только для пешеходов, но и для проезжающих, так как нагруженный ВОЗ рискует, попав в такую ловушку, растерять колеса и исковеркать оси. Приблески солнца, жидкая грязь, расползающаяся по улицам, так даже кажется чудной мостовой из блестящего асфальта. Но это только издали. Стоит подойти к этой мостовой поближе, в нос шибанет такой запах, что мало не покажется. Улица же, выходящая на Пожню Светова, или как ее здесь называют, Леневский переулок, и вовсе кем-то обращена в свалочное место, куда ежедневно из постоялых дворов вывозят такое количество навоза, что крестьянам, везущим хлеб, стало просто невозможно проехать через эту улицу. Любопытно, что бездорожье, охватившее слободу, превратилось в оригинальный заработок для тех, кто этой работы лишен. Безработные предлагают пешеходам перенести их через лужу. И надо сказать, что многие соглашаются на эти услуги самарских рикш, зарабатывающих таким образом от 40 до 50 копеек за день. В ноябре 1902 года обывателям засамарской слободы Сапунковым было подано в городскую праву прошение об устройстве в Слободе торговой бани. При этом Сапунков предлагал городу ежегодную арендную плату за каждую сожень прокладки деревянных труб 25 копеек. И за каждый смотровой колодец 10 рублей. Но при условии, чтобы количество колодцев не превышало двух или трех. Предложение Сапункова было сделано как нельзя своевременно, так как у прави стало известно, что на берегу банного озера в Хуторках уже длительное время существуют несколько тайных торговых бань, представляющих собой врытые в землю развалины. О должной чистоте этих так называемых бань нечего было и говорить. Вода для мытья в них бралась из банного озера, больше похожего на болото, а после спускалась в него же. Но рабочий люд охотно посещал эти бани. Во-первых, ввиду их близости, а во-вторых, по причине низкой платы, взимаемой за вход. Безрадостную картину жизни в Засамарской слободе, которую рисуют самарские газеты столетней давности, дополняли сообщения о кражах, жертвами которых становились как постоянные жители этой слободы, так и те, кто оказывался здесь по пути в Самару или из Самары. Например, в ночь на 20 июля 1902 года в Слободе был совершен целый ряд не очень крупных, но весьма досадных краж. У рабочих, ночевавших на постоялых дворах, прямо из-под голов унесли подушки, сняли одеяло, украли неубранное белье и разную другую мелочь. А вот у обывателя Виттмана из кладовой выбрали все половицы и унесли два хомута стоимостью в 10 рублей. Кроме того, в Слободе было похищено много кур и разной другой живности. Правда, на следующее утро в кустах, которые росли неподалеку, была найдена часть похищенных вещей. По-видимому, воры, которые унесли их, выбросили эти вещи, убедившись в их негодности. И хотя в Слободе говорили, что это дело рук цыган, день и ночь, шныряющих по хуторкам в поисках того, что плохо лежит, однозначно сказать этого не мог никто, так как ни пойманный не вор. Воров же в Засамарской Слободе и впрямь было великое множество. Днем они скрывались на пожнях Светова, а ночью наводили страх на жителей Засамарской Слободы, некоторые из которых даже были вынуждены купить револьверы для отпугивания хитителей. Неизвестно был ли револьвер у владельца лесопильного завода Гребенщикова, но только воры его не испугались и в ночь на 26 июля, выставив рамы из окон, влезли во флегель, но были сильно разочарованы. Он хоть и был заперт на весьма внушительный с виду замок, но внутри оказался совершенно пустым, так что зря ребята старались. Впрочем, револьвер заводчику Гребенщикову пригодился бы совсем скоро. Уже в ночь на 28 октября в кладовую при его лесопильном заводе вновь забрались воры, сломавшие замки на дверях. На этот раз их спугнул шум на улице и воры убежали, ничего не захватив. К слову, это было уже четвертое или пятое нападение воров на эту кладовую за один год. Не помешал бы револьвер и крестьянам сел колокольцовки и дубового умета, остановившимся в ночь с 10 на 11 сентября на лесных пристанях в Засамарской Слободе. Вырезав у крестьян карманы неизвестные злоумышленники, унесли у них три рубля денег и кисец с табаком, а также паспорт на имя Дмитрия Чистохвостова. Воры по обыкновению ушли с места преступления незамеченными. Лужи и ухабы воры и их жертвы а еще тайные бани драки и мартышки. Впрочем, про последних скажем несколько слов особо. Вместе с началом хлебной торговли в Слободу съезжалось большое количество крестьян, которые везли хлеб для продажи из уездов. И вот здесь-то их и встречали мартышки, скупавшие хлеб для крупных купцов хлеботорговцев. Мартышки расписывали крестьянам всю невыгодность их предприятия. Мол, цены на бирже низкие, а вот стоянки напротив дорогие. В результате легковерные мужики с радостью продавали хлеб с купщиком по дешевке, а те зарабатывали от трех до пяти рублей в день, сколачивая к концу сезона целое состояние. Ну, и на пасашок. Эта история тоже произошла за Самаркой на пристани Лугинина. Однажды, проходившие мимо этой пристани, увидели старика, который, раздевшись догола, бегал мимо пристани и садился в луже, вызывая тем самым гомерический хохот приказчиков. На вопрос же не сумасшедший ли это, те ответили, что наняли этого старика за полбутылки водки обижать двенадцать сажен и посидеть в десяти лужах. Скучно, видишь ты, вот и забавляемся, как могем. А не нравится, не смотрите, мы же вас не заставляем, а мы желаем вам никогда не оказаться в тех засамарских историях, о которых мы рассказали вам вместе с Самарской газетой начала двадцатого века. Здесь до утра поют, играют, танцуют, грабят, рожи бьют. Здесь даже черт не сосчитает всех обывательских причуд. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова